Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖИТСУ в студии прямого эфира. Айки Ремкопаева, суртоперевод Айгуль Стамбековой. В Алматинской области в прошлом году изменены наименования 425 улиц, 7 сельских округов и 9 населенных пунктов. Это результат работы по обновлению идеологически устаревших названий. Об этом было сказано на областном семинаре на тему сферы аномастики, поиск и практика. Подробнее в материале нашего корреспондента. За последние три года в Ильинском районе более 500 улиц получили новые наименования, официально зарегистрированные в Департаменте юстиции. В прошлом году в областной Маслехат было направлено предложение о переименовании 5 населенных пунктов и 4 сельских округов. Все запросы были одобрены, официально новые названия селам присвоят уже в марте месяце. В советское время планомерно проводилась русификация топонимов. Это исторические названия, ограниченные периодом от 1 до 3 веков. И наши историки, археологи, лингвисты должны проводить большую работу в плане восстановления исторической справедливости. Однако из-за отсутствия научного и государственного подхода переименование порой носит популистический и поверхностный характер. К примеру, были и есть тенденции, чтобы давать имена героев войны, местных малоизвестных деятелей или матерей, воспитавших десятерых детей. Также нередко ставят памятники советским деятелям сомнительной репутации, местным, малоизвестным в республике людям. Отметим, что на сегодня разработана специальная дорожная карта по переименованию населенных пунктов с идеологически устаревшими названиями на период с 2022 по 2025 годы, в которой приоритетным было продвижение списка исторических личностей. В связи с тем, что сегодня в наименовании установлены ограничения на имена людей, необходимо увековечить имена исторических личностей, топонимов и традиционных имен, говорят специалисты. Также в целях модернизации исторических названий необходимо уделять пристальное внимание замене устаревших и повторяющихся наименований. Аномастическая работа имеет важное государственное значение, играет большую роль в государственной политике, в вопросах суверенитета и независимости Казахстана. В аномастике история, культура, национальные особенности страны и народа, которые складываются из древних, исконных названий населенных пунктов, местностей, рек, озер и так далее. Поэтому работа аномастической комиссии имеет фундаментальное значение в сохранении своих истоков. С древних времен народ давал свои названия населенному пункту, местности, региону, рекам по каким-то особым признакам или причинам. Тем самым создавал историю местности или края, писал свою летопись. Поэтому названия хранят исторический смысл. Заметна роль аномастики в развитии национальной культуры, сохранении особенностей менталитета народа. Все названия населенных пунктов и рек Казахстана прямо передают социальную жизнь наших предков в духовную составляющую и философию народа. Аномастика сама по себе молодая, новая наука для нашей независимой страны. Сегодня проделанная работа в отрасли является доказательством этого. На семинаре сферы аномастики, поиск и практика были обсуждены важные вопросы. В нем также приняли участие глава управления аномастической работы Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан, а также руководители отделов культуры и развития языков региона. Жандос Назарбаев, Камила Хайржан, Берег Актан, телеканал ЧТСУ, Алматинская область. Вот уже несколько дней вследствие холодного антициклона. На территории Алматинской области, как и на большей территории Казахстана, отмечается понижение температуры воздуха. Столбики термометров по утрам показывают 25 градусов Цельсия в минус. Однако мерзнут жители областного центра не только на улице, но и в своих домах. Многие из них жалуются на невыносимый холод в квартирах, из-за чего им приходится спать ночью в одежде, чтобы не замерзнуть. Непогода стала причиной перехода учащихся младших классов на онлайн режим обучения. Смогут ли власти изменить ситуацию в лучшую сторону и что сами жители думают по этому поводу, разбирался наш корреспондент. Буквально несколько дней в городе Кунаев столбики термометра зависли на минусовой отметке, показывая от 20 градусов и больше. Из-за погодных условий начальные классы перешли на дистанционное обучение. Остальные школьники учатся в режиме сокращенного учебного дня. Уроки проходят по 30 минут. Несмотря на то, что одна из городских школ в прошлом году прошла ремонт и капитальное утепление здания, по утрам в ней все же холодно, признаются сами ученики. В кабинете, конечно, тепло. Ну, было холодновато, потом привыкнули. Девочки сидели в куртках, а в основном мальчики сидели в пиджаках, ну, в школьной форме. Только на улице в школе тепло. Я в кабинете сижу в обычной форме. В кабинете тепло, хорошо, приятно. Отметим, что с завтрашнего дня все учащиеся школы, а также воспитанники дошкольных учреждений переходят на онлайн обучение. Наступление сильных морозов стало настоящим испытанием для жителей областного центра, которые жалуются на холод в их квартирах. Причем жалобы поступают от людей, проживающих в разных частях города Кунаев. Так ли это на самом деле, наша съемочная группа решила узнать, посетив квартиры лично. Анатолию Бессмертному 71 год. В этом доме, расположенном в четвертом микрорайоне, мужчина проживает уже более 20 лет. Однако, по словам пенсионера, последние 3-4 года в его квартире зимой одна и та же ситуация. Чтобы не замерзнуть пожилому человеку, приходится кутаться в теплую одежду, а ночью спать под двумя теплыми одеялами. Ночью, здесь вообще, я сплю под двумя одеялами теплыми. Утром у меня носки лежали, это внучки, они замерзли на батарее. Они холодные были. Утром вот так вот лед, так лед. Вот мне специально приложено, когда тает он. Потому что температуры нету, оно намерзло. На самом деле, если потрогать эти радиаторы, то сверху, если они более-менее теплые, то снизу они прохладные. И пока мы брали интервью, у меня замерзли ноги. Его соседи также жалуются на слабое отопление в квартире. Все в один голос твердят, что отапливаться дома стали плохо только в последние пару лет. До этого в их квартирах было намного теплее. Утром очень холодно, в этом году вообще плохо топят. В прошлые годы не жаловались, всегда в квартире жарко было, а в этом году намного холоднее. Ну, в комнате, там у нас угловая, получается, сторона, вообще очень холодно. В кухне еще более-менее, в этом году хуже топят. Как оказалось, жители этой многоэтажки не единственные, кто сетует на холод в их квартирах. Подобная ситуация стала камнем преткновения и для жильцов других благоустроенных домов, проживающих в разных микрорайонах города. И обычно раньше, в те годы было тепло, а теперь с точной застройкой, наверное, это влияет. У нас все три дома П-образные, у всех холодно. У вас тепло сейчас дома или холодно? Нет, холодно. Холодно? Холодно. А спите как в одежде? Ну, практически. Днем еще хорошо. Более-менее терпим, потому что газ включенный, что-то готовим. А к вечеру, когда солнышко зайдет, уже холодно. И утром очень холодно. В свою очередь работники центральной котельной города Кунаев утверждают, что система работает исправно. Сейчас задействованы три котла, четвертый находится в резерве. Поскольку все автоматизировано, то случаев остановки подачи тепла, тем более из-за человеческого фактора, быть не может. Руководитель предприятия жилу Орталага города Кунаев говорит, что разбираться нужно с инженерными сетями самих домов, чистить трубы от осадка и заранее готовить их к отопительному сезону. Город Кунаев полностью обеспечен теплом. Мы сейчас на прямой подаче трубопровод подаем 80 градусов, обратка 61 градус. Давление 7,5, прямой, обратка 0,8. Каждый житель, являясь своей квартирой хозяином, он обязан полностью привести свои нагревательные приборы в порядок. Это летний период, промыть, прочистить батареи, поменять стояки полностью. В местном Акимате утверждают, что из-за некачественного исполнения своих обязанностей работу городских КСК теперь передадут в компетенцию Центра коммунального обслуживания Жасыл Халакунаев. Новое предприятие будет отвечать не только за озеленение города, вывоз мусора, уборку снега и за порядок дворовых территорий. Отныне этот список пополнится новыми обязанностями, которые сейчас выполняют председатели КСК. Отметим, что в настоящее время на балансе данной организации числится 20 единиц техники, 10 водителей и 20 специалистов. В дальнейшем планируется увеличить количество сотрудников и спецтехники. Граждане, некогда трудившиеся на производствах во вредных условиях, а ныне уволившиеся или переведенные на более легкую работу, смогут получать специальное пособие. Данная выплата назначается работникам в возрасте от 55 лет и продолжает выплачиваться до наступления пенсионного возраста. При этом необходимым условием для его оформления является наличие у работников ЕНПФ обязательных профессиональных пенсионных взносов за срок не менее чем за 7 лет. Ведь специальное профессиональное государственное пособие насчитывает размер двух прожиточных минимумов, а денежные средства поступают из четырех источников. Это специальные выплаты, которые также формируются из перечислений, производственных страховыми компаниями, работодателями и фондами ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Если работник ранее трудился на вредном производстве, то он вправе подать заявление на получение специального пособия в ЦОН по месту своего проживания. Данное специальное пособие для бывших работников вредных производств введено впервые в этом году. В январе ЦОНы Алматинской области приняли 15 заявлений на назначение специальных профессиональных государственных пособий. Заявление можно подать как офлайн, придя в ЦОН, так и в проактивном формате. Если на ваш телефон приходят соответствующие предложения, с номера 1414 на него следует ответить согласием. Отныне застолье со спиртным на рабочем месте может обернуться для казахстанцев штрафом или даже административным арестом. Об этом стало известно в сообщении МВД страны. Распитие алкогольных напитков в общественных местах является правонарушением. Как выяснилось, к таковым относятся большинство организаций и предприятий, а именно учреждения, образования и здравоохранения, музеи, библиотеки, помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной режим, а также являющиеся рабочими местами. В этот список вошли также объекты с пропускным режимом. Согласно статье 440 кодекса об административных правонарушениях, распитие алкогольных напитков запрещено на улицах и в других общественных местах, кроме организации торговли и общественного питания. При этом для составления протокола требуется чего-то заявление, а в случае повторного нарушения, которое будет зафиксировано в течение одного года после первого взыскания, то это повлечет за собой штраф в размере уже 10 мрп, а это 36 920 тенге, либо административный арест на срок до пяти суток. В 2023 году казахстанцами на приобретение вип-номеров было потрачено в общей сложности свыше 10 миллиардов тенге, а в специализированных цонах продано около 30 тысяч популярных государственных регистрационных номеров. Напомним, что практика продажи вип-номеров в Казахстане была внедрена в 2014 году. Вырученные средства поступают в бюджет страны. В прошлом году особой популярностью среди автолюбителей пользовались такие цифровые знаки, как 010, 020, 070 и 077. Именно они были распроданы быстрее всех остальных. Отметим, что цена каждого номера равна 57 мрп и составляет сумму 210 444 тенге. Обозначение с одинаковыми буквами и цифрами относится к числу самых дорогих вип-номеров, каждый из которых обходится владельцу в 285 мрп. Это значит, что на приобретение особенного номера придется выложить более 1 миллиона тенге. Всего в 2023 году в специализированных центрах обслуживания населения по республике зарегистрировано более 3 миллионов автомобилей и выдано свыше 1 миллиона водительских прав. Мукагали Али Мышахрады. Под таким названием в средней школе номер 46 села Интамак Ильского района был организован вечер с участием потомков знаменитого поэта Мукагали Макатаева. В ходе встречи учащиеся смогли озвучить интересующие их вопросы. Также в качестве гостя был приглашен и сын известного деятеля Жулдыс Мукагали Улы. Учащиеся школу номер 46 с особым энтузиазмом встретили Жулдыс Мукагали Улы и его супругу. Кроме того, на этот вечер были приглашены творческие люди, пропагандирующие наследие поэта. В ходе мероприятия ученики погрузились в интересные воспоминания о легендарной личности. Родные именитого поэта также ответили на вопрос, почему между Мукагалем Макатаевым, Шамши Халдаяковым и Нургисой Тлиндиевым не было творческого союза. Шамши Халдаяков и папа написали только одну песню, которая называется «Талдыкурган». Однажды Шамши Ага попросил отца изменить несколько слов из своего произведения. Однако папа ответил ему, что каждое написанное слово в его стихах – это от сердца и искренних помыслов, и тем самым не стал ничего менять. Может, именно по этой причине и не было творческого союза двух талантливых людей. Следует отметить, что в ходе встречи школьникам была презентована работа общественного фонда имени Мукагали Макатаева. После открытия фонда мы выпустили сборник его стихотворений, который насчитывает свыше тысячи страниц. В него вошли 97% произведений Мукагали Макатаева. Также мы выпустили энциклопедический сборник, куда вошли его самые глубокие и довольно проникновенные произведения. На этом вечере гости делились не только воспоминаниями. Известные деятели культуры исполнили песни на тему страны и родного края, написанные на слова поэтам Мукагали Макатаева. И это выступление произвело неизгладимое впечатление на подрастающее поколение. Сегодня в нашей школе проходят встречи с потомками поэта Мукагали Макатаева. Мы узнали много нового из уст гостей. Я думаю, что мы должны изучать наследие Макатаева и знать его стихи наизусть, потому что в его поэзии кроется огромное духовное богатство. Мы были особенно впечатлены, когда увидели сына Мукагали Макатаева. Он рассказал, что его отец был добрым человеком. Теперь мы, молодые люди, любящие поэзию Мукагали Ата, верим, что его наследие никогда не умрет. Мукагали Макатаев – выдающийся казахский поэт, чье творчество и отношение к миру основано на стремлении к истине бытия, к слиянию и гармонии с природой, где слово и реальность сливаются воедино и вещают о сокровенных истоках казахской духовной культуры. Отметим, что гости мероприятия также выразили благодарность подрастающему поколению за почтение к памяти и наследию их отца, основателя современной поэзии Мукагали Макатаева. Он еще при жизни знал, что сила человеческой поэзии достигнет своих высот. Одним из ярких проявлений этого является уважение к поэту, проявленное молодежью, их энтузиазм и изучение его поэзии. За это благодарны все члены нашей династии Макатаевых. Очевидно, что на поэзии и творчестве Мукагали Макатаева основывается глубокое и всестороннее духовное воспитание подрастающего поколения. Поэтому коллектив школы считает, что подобные мероприятия будут продолжаться в течение года. Картины казахстанской художницы представлены на выставке в Пусане. Крупный пожар тушат в Астане. На миллион тенге обокрали церковь в Костане. Подробности в сегодняшнем выпуске республиканских новостей. Выставка казахстанской художницы впервые открылась во втором по величине городе Южной Кореи. В Пусане представлены почти 30 картин Биби Гульсмаковой. Она стала нашей первой соотечественницей, чьи творения были представлены в Южной Корее. Выставка состоялась благодаря содействию Генерального консульства нашей страны в Пусане. На картинах, написанных маслом и акрилом, некоторые жители этого города впервые увидели пейзажи Казахстана и лица его жителей. В Астане сегодня произошел пожар на мебельном цехе. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, предварительная площадь возгорания – 500 квадратных метров. В тушении пламени были задействованы 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также 3 человека и техника Центра медицины катастроф. Из храма Архангела Михаила в Костанае злоумышленники вынесли церковную утварь на 1 миллион 200 тысяч тенге. Среди похищенного оказались несколько крестов, а также исповедальное Евангелие. Поскольку храм находится рядом с железнодорожным вокзалом, вор тут же решил скрыться. Но когда понял, что полицейские его вычислили, выбросил свою добычу в мусорный бак. За кражу с проникновением Павлодарцу грозит от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Глава православной церкви Казахстана выразил благодарность за оперативное раскрытие кражи. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. На Лазурном берегу начался фестиваль лимонов. В Казани автомашина марки «Мерседес» сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся. Землетрясения в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи. Обо всем этом подробнее в сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. В городе Ментона на Лазурном берегу открылся традиционный 90-й по счёту фестиваль лимонов, посвящённый в этом году Олимпийским играм в Париже. Около 140 тонн цитрусовых будет использовано для создания всевозможных скульптур и исторических сцен. Организаторы ожидают прибытия почти 200 посетителей. Фестиваль продлится до 3 марта. По культивируемой в городе легенде первые лимоны здесь посадила сама Ева, которая прекрасное побережье напомнила покинутый рай. 18 февраля в Казани на пешеходном переходе по улице Чистопольской водитель автомобиля «Мерседес» белого цвета сбил 12-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Девочку вместе с мамой увезли на скорой. Сообщается, что 34-летний водитель по предварительным данным в нарушении пункта 9,9 ведь при движении задним ходом не уступил дорогу и совершил наезд на девочку-пешехода, которая двигалась по тротуару, после чего в нарушении пункта 2,5 правил дорожного движения Российской Федерации водитель скрылся с места происшествия. Начато следствие. Этим утром сетью сейсмических станций были зарегистрированы подземные толчки, эпицентр которых находится на территории Китая в 600 километрах к юго-востоку от Алматы. Энергетический клад землетрясения – 11-й, магнитуда – более 4 баллов. Отмечается, что сведений о пощутимости на территории Казахстана нет. В Карасайском районе прошла региональная спартакиада среди работников сферы культуры. В ней приняли участие более 300 специалистов из районов и городов Алматинской области. Цель этого состязания – развитие физической культуры и массового спорта среди сотрудников сферы культуры, а также пропаганда здорового образа жизни. Соревнования прошли по шести видам спорта. Это поднятие тяжести, волейбол, перетягивание канатал, рукопашный бой, шахматы и плавание. Отметим, что мероприятие стало традиционным и проводится уже в восьмой раз. По традиции победители награждены специальными дипломами, кубками и денежными призами. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятие спортом. Если умственный труд чередовать с физическим, то значительных успехов можно достичь и в работе, и в спорте. Физкультура – главный источник силы и здоровья. Развивает смелость, решительность, прививает чувства коллективизма, дисциплины, а главное – волю к достижению цели. Пожалуй, ничто так не сближает к культ работников, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в учреждениях культуры стала традицией проведения спортивных мероприятий. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости. А нынешний еще больше сплотил культ работников, никого не оставив равнодушным. Все команды были настроены на победу, но в итоге победила дружба. К этому часу у меня все. Оставайтесь на телеканале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok